Понятие инфраструктура вобрало в себя множество различных аспектов. Среди них выработка электроэнергии является своего рода локомотивом, за которым в состав входит строительство дорог, возведение предприятий, жилья, объектов социального, культурного и бытового назначения. Потому очевидно, что производство электричества должно опережать все остальные процессы, тем самым создавая задел для их стабильного развития и роста. С точки зрения экономической целесообразности и было принято решение о строительстве первой в Узбекистане и регионе атомной электростанции. Вопросы сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях были в центре внимания встречи заместителя спикера Законодательной палаты Олей Маджлиса и ряда депутатов с делегацией Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» во главе с первым заместителем генерального директора Александром Лакшиным. Членом делегации Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» во главе с первым заместителем генерального директора Александром Лакшиным была предоставлена подробная информация о реализованных за последние годы в нашей стране общественно-политических реформах. Отмечалось, благодаря политической воле президентов Узбекистана и Российской Федерации Шавката Мерзиёева и Владимира Путина последовательно развивается двустороннее сотрудничество. Между правительствами двух стран подписано соглашение о сотрудничестве в строительстве на территории Узбекистана атомной электростанции. В настоящее время разработан проект «Закон на Республике Узбекистан об использовании атомной энергии в мирных целях». Также участники диалога обменялись мнениями касательно состоявшегося на днях визита делегации Узбекистана на Нововоронежскую АЭС в целях ознакомления с передовым опытом работы в этой сфере. Подчеркивалось, энергоблоки относятся к третьему поколению 3+, инновационных объектов, соответствующих всем существующим требованиям безопасности, в том числе экологической, а также отвечающих современным международным требованиям и рекомендациям МАГАТЭ. Отдельное внимание было уделено обеспечению правового регулирования вопросов при выборе площадки, проектировании, строительстве и гарантийной эксплуатации атомной электростанции. «Росатом» сегодня является мировым лидером в отношении строительства атомных блоков по всему миру. Мы сегодня строим в 12 странах 36 блоков одновременно. И, конечно, перспективы развития атомной отрасли в Узбекистане самые радужные, потому что, во-первых, Узбекистан имеет уже 50 лет работы действующего исследовательского реактора. Здесь очень сильный институт ядерной физики, здесь есть Новоинский горно-металлургический комбинат. Ну а сейчас у нас идет процесс отбора площадки вместе с агентством Узатом, вместе с местными компаниями мы этим занимаемся. И после того, как площадка будет определена, начнем работу над проектом. Наш отраслевой комплекс, он в том числе занимается вопросами общественной приемлемости. У нас подписан коммуникационный план вместе с коллегами из Узатом, который мы сегодня реализуем. Уже некоторые разделы этого коммуникационного плана мы притворили в жизнь в этом году. Очень многое нам предстоит сделать в будущие годы. Это и, безусловно, информирование населения о проекте. И самое главное, это говорить правду. Как у нас реализуется проект, что мы делаем и так далее. То есть это в наших планах в начале будущего года открытие информационного центра в Ташкенте. Мы договорились с коллегами из Узатома, что он будет открыт прямо в здании Узатома, куда каждый желающий может прийти, ознакомиться с проектом. Ему расскажут, что такое атомная энергетика. Население должно понимать, что этот проект несет не только возможность получения стабильной и более эффективной, а самое главное, экологически чистой энергии. Это развитие и строительной отрасли, и металлургии, и стройматериалов. Ну, в общем, много положительных моментов для экономики страны. По словам специалистов, сдача в эксплуатацию атомной электростанции позволит ежегодно экономить 3,7 миллиардов кубометров природного газа, снизить выбросы парниковых газов в атмосферу. К тому же это позитивно повлияет на занятость населения. Во время строительства число рабочих мест превысит 8 тысяч, а в период эксплуатации АЭС планируется трудоустроить 3 тысячи человек.